привет это макс белоусов давно не записывал полезные видео и подкасты сегодня как раз обсуждал с бывшей коллегой опыт работы у одного так скажем человека да там спикера вот и я решил что эта информация может помочь очень многому количеству людей которые ее посмотрят вот поэтому если ты смотрящие это видео когда-либо конфликтовал на работе тебя не понимал начальник он тебя бесил начальник до либо тебя обесценивали не замечали твою работу либо ты ругался ли ругаешься до сих пор с партнерами по бизнесу тебя не клеится отношение сотрудниками обязательно посмотрите видео потому что в этом видео будет ответ да почему это происходит зачем тебе это надо собственно как от этого избавиться ну долго вокруг да около ходить не буду я сам прошел через большое количество проектов где был директором по маркетингу прям в штате да ну в команде работа и я с уверенностью могу сказать как минимум за себя да и за тех с кем я работал что 90 процентов вашего опыта в портфолио это не про деньги не про опыт это про закрытие ваших гештальтов отработка мамы папы и собственно всех ваших там комплексов обид претензий к родителям там и так далее да как это происходит вот давайте на примере моего бывшего начальника я не буду естественно называть его имя но так скажем крупный спикер да вот собственно этот человек он собрал вокруг себя большое количество женщин да то есть это там вот у него в компании работа 90 процентов женщин причем у меня не первый такой уже был опыт такого начальника который собирает вокруг себя женщины не потому что они покладисты не потому что они там исполнительные не то дело в башке да это распределение определенной ролей психологии до сразу замечу что у меня нет образования психолога но я очень люблю читать у меня там зайти дома куча книг психологии там по коучингу по нлп и так далее да вот и собственно это мое сугубо мнение да то есть поэтому там кто лучше больше меня разбирается психологии welcome пожалуйста можете написать свое мнение вот я это я лишь свое мнение озвучиваю вот по моему мнению да когда человек приходит в коллектив незрелым то есть он психологически незрелый да то он пытается на начальника спроецировать какие-то ожидания от мамы от папы то есть например вот его мама папа не замечали или не ценили обесценивали да там за этом унижали оскорбляли либо недолюбили он это проецирует с ожиданием от начальника еще самое хреновое что начальники это понимают и именно поэтому что они это понимают они манипулируют сотрудниками чтобы держать около себя таких вот в данном случае женщин да которые не отработали папу которые хотят что папа заметил их да а начальник супер такой холодный флегматичный чувак да который очень редко хвалит скорее даже чаще обесценивают и критикуют и вот эта связка происходит да причем за счет этой связки можно меньше платить либо вообще не платить денег потому что тут связка идет в эмоциональном ключе то есть ты получаешь не деньги не опыт рабочий да как это должно быть в деловых отношениях да а ты вовлечен в игру эмоциональную то есть тут уже социальная связь определенная ролевая модель которая распределила ну получается у тебя есть роли и у этого начальника и там у подчиненных уже какие-то роли такой найти театр такой театр абсурда такой театр драмы драма такая психодрама получается да и пока ты не отработаешь свою травму в этой компании и в этом проекте даже если ты уволишься то же самое повторится в другой компании то есть это может быть другой начальник другого пола даже да там на другие задачи у тебя будут другая позиция другие другая мотивация финансовая все то же самое будет потому что таким образом происходит распределение ролей в системах да там в проектах в работе в компании в системах да и собственно чё с этим делать тогда вот как я собственно обсуждал это с коллегой да там когда ну после после там завершения проекта во первых нужно наблюдать начать наблюдать то есть перестав вовлекаться в это начав с помощью диссоциации немножко отстраняясь от того что происходит то есть вы как будто наблюдаете это со 2 3 уровня да как будто вы смотрите фильм с собой в главной роли извне да то есть снаружи и не вовлекаясь диссоциируясь вы начинаете наблюдать и спрашивать вопросы что сейчас происходит со мной с начальником да какую игру я играю вот в этом во всем да какая у меня цель какая цель у начальника да причем цели не та которая озвучивается а скрытая цель а скрытая выгода скрытая мотивация какая у этого всего и как только вы начнете это замечать и видеть собственно вы дальше спрашиваете а как это про меня вот почему меня триггерит почему меня бесит вот эта женщина вот этот мужчина да там вот этот начальник там вот эту подчиненную почему они меня бесит или почему не раздражают там или наоборот почему у меня такая резкая симпатия к этому человеку да то есть это все равно неважно резкий плюс резкий минус это сильная эмоция и собственно задавая себе эти вопросы и рефлексируя на эту тему если вы найдете ответ и перепроживете какую-то ситуацию которая лично у вас с этим связано с этой вот ситуации которая вас на работе разворачивается пошут по сути это как копирование той ситуации которая была вас детстве да то есть как только вы перри проживете это ту ситуацию которая болевое тело так скажем который вас было там когда-то там 567 там 10-12 лет до который вы воспроизводите уже на работе это там с начальником с партнером по бизнесу даже да вот то причем то что я говорю расскажу я сам человек проходил возможно еще даже прохожу до до сих пор и собственно когда вы это осознаете ну есть такой вариант что вам уже перестанет быть интересно играть в это потому что вы собственно что могли получили то есть вы должны получить урок инсайд определенного и повзрослеть морально внутри да вот когда я собственно завершил этот проект я как будто повзрослел лет на пять ментально психологически да вот и как ни странно у меня улучшились отношения с мамой с папой после этого да потому что была претензия обида да еще что интересно вот будучи консультантом да вот я же работаю с разными проектами я научился чему кстати и учу своих учеников я научился считывать скрытые мотивы клиентов вот я прихожу к клиенту и клиент не озвучивает что ему надо ну как правило что озвучивает больше денег масштабирование там ну все вот это вот социально одобряемые бизнес цели так скажем да но в силу моего так скажем с моей насмотренности опыта и моего любопытства в сфере психологии да там я научился видеть скрытые мотивы а что на самом деле человеку нужно и вот анализируя предыдущего своего там да там начальника я бы я понял причем я это понимал еще в процессе работы что ему не нужны никакие инновации никакие изменения никакой рост никакой масштабирование он просто хочет чтобы с ним соглашались чтобы его ценили любили верили в него причем именно женщины именно поэтому большинство мужиков не срабатывали с ним они уходили том числе я до ушел с этой компании с этого проекта вот такая приколюха понимаете да и причем у меня не первый раз такое то есть это же не первый такой у меня начальник меня до этого шесть лет назад когда был на там крупном проекте тоже самое разворачивалось я спрашиваю себя как это при меня я ответил себе потому что ну я отрабатывал тему обесценивания то есть самоценности своей доказывания это маме папе что я молодец заметьте меня там оцените меня похвалите меня да а причем потом когда я начал обсуждать ну когда уже ушел из проекта начал обсуждать с коллегами которые там остались и потом там кто-то уволился тоже кто-то нет то то же самое то есть та же самая история у них то есть они пытались завоевать внимание любовь отца прикиньте да и вот такая приколюха казалось бы рабочие отношения начальник подчиненный зарплата кипя и мотивация нихера вот сколько подноготных скрытых тенденций мотивов можно нащупать казалось бы в простых рабочих отношениях вот долго затягивать видео не буду я думаю уже дал вам пищу для размышлений вот если вам интересно подробнее на эту тему со мной там поговорить вот можете ко мне там постучаться там куда-то там в instagram в контакте в ватсап telegram вот записаться на консультацию вот и я вам уверен помогу да потому что я сам через это проходил да я некоторые вещи понимаю да там более глубже там чем так скажем человек который не разбирается в этом да там дословно глубоко да вот поэтому если вам откликается можете ко мне вот постучаться написать вот и в принципе напишите в комментариях там где вы это видео увидели как вам вообще эта тема насколько он была полезна как обычно да вот может быть вопросы задайте вот или расскажите свою историю связано с тем что мы сегодня обсуждали вот спасибо с вами был макс белоусов эксперт по маркетингу психологии и консалтингу вот будем на связи постараюсь чаще выходить с такими вот полезными темы спасибо